Я уже не видел перспективы армии, хотя карьера в принципе была предначертана. Ушел тогда в бизнес, там была борьба за выживание, тогда были другие цели. Тяжелое было решение прервать такую семейную традицию? Это было действительно очень тяжелое решение. Это действительно очень тяжело. Меня родители не понимали. Родной брат отца летчик, родной брат матери летчик, родители. Всю жизнь по военным гарнизонам. И для меня это было, наверное, самое тяжелое решение за всю мою жизнь. Чтобы оставить службу, уйти на вольные хлеба, я не знал, что это такое, не понимал. И вот вы выходите в мир, тяжелейшее время, только прошел дефолт. Вообще непонятно, что будет, началась вторая чеченская. И вы, еще же семью надо кормить. А денег-то, я думаю, вежливо говоря, не было совсем. Тогда меня спас сетевой маркетинг. Реально тогда возможностей было много, но знаний не было. Тогда не было знаний. Откуда вдруг появился сетевой маркетинг? От знакомых. Естественно, это бизнес-рекомендации человека к человеку. То есть послушали и поверили, да? Послушал и поверил, и пошел. Но я пошел сразу по финансованию. Стал финансовым консультантом и стал делать карьеру. Тогда были только западные фирмы, наших российских не было. Почему закончили эту часть? Почему в какое-то время решили, что надо уйти на вольные хлеба? Уйти из той компании, в которой работали? Я там делал карьеру 16 лет. Я там сделал вершину карьеры, добрался до самого верха. Созрел, пришел к своему. Понял, что надо делать свое, родное. Здесь у нас в России. Почему мы работаем на американцев, на европейцев, всей компании, которые у нас работали? Надо сделать нашу, российскую. Много компаний, которые занимаются мальти-левел-максингом и постоянно идут споры, не только у нас, но и за рубежом, о том, насколько это морально, является ли это пирамидой. Ну, из названия это уже очевидно, носят элементы пирамиды. Но, насколько это законно? Не получится ли, что заработают только ребята, которые это основали, а у всех остальных жесткая беда овец, с которых состригут шерсть? Вот это для меня была задача номер один – показать и доказать, что это действительно есть, это работает, это имеет право на существование. Я в Санкт-Петербурге офис, там я создал целый юридический отдел. Когда мне пришла задумка создать это предприятие, я собрал юристов, я проведил очень серьезные исследования по тому, что было в нашей стране сделано за всю историю. И поставил задачу перед юридическим отделом – создать такое дело, которое будет каждой буквой соответствовать законодательству. Чтобы какая-то мелочь не испортила большое светлое дело. Понимаю, но давайте посмотрим вот в мире. Вы же 16 лет изнутри видели систему. Есть примеры успешных компаний, которые много лет работают и действительно дают возможность людям зарабатывать? Конечно, есть. Дело в том, что все компании, в которых я был, они все по сей день работают и процветают. По сей день все работают. Я никогда не был ни в одной финансовой пирамиде. Для меня вот эти матрицы, вот эти хайпы современные – это просто восклицательный знак. Главный вопрос. Чем Роман отличается от Мавроди? Чем Роман? Хороший вопрос. Дело в том, что там была создана конкретно классическая пирамиды финансовая, где было перераспределение денег из одних карманов в другие. По MLM индустрии всегда идет либо услуга, либо какой-то продукт. Это коренное отличие. И когда человек получает конкретный продукт, он свои деньги может всегда вернуть или воспользоваться услугой. Вот в этом и есть разница от пирамиды. То есть должно быть соотношение деньги и товар. Конечно. Деньги и услуга.